Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапа. Регион». В студии Ирина Меркурьева, партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». И смотрите сегодня выпуски. Чрезвычайная ситуация со светом, искусственно созданная. Многофункциональные центры на контроле губернатора. Юбилей школы в обновленном здании. Внезапное отключение электроэнергии в разгар лета – почти чрезвычайная ситуация для курорта. Сегодня ночью все предпосылки для ЧАЭС создали в Благовещенской и Витязево. Энергетики не посчитали нужным заблаговременно согласовать плановую работу с городскими властями и предупредить население. Ситуация стала предметом для жесткого разговора на общегородской планерке. Свыше 22 тысяч потребителей остались сегодня ночью и утром без света. Если отключение было плановым, как утверждают энергетики, то почему не соблюден регламент согласования? Вопрос глава адресовал руководителю анапских районных сетей Сергею Шевчуку. «Мы не просто так просим. И не потому, что это наши котельки. Во-первых, идет курортный сезон. Во-вторых, на территории находятся дети. В-третьих, их надо кормить, надо готовить пищу. В-четвертых, есть холодильники, которые за 8 часов успели разморозиться и продукты пропали у людей. И еще есть пальцев на руке не хватит моментов. Есть лечебные учреждения. Есть, в конце концов, элементарные бытовые условия. А вы творите чудеса. А когда определять меру ответственности, каждый пустынный ряд». Не лучшим образом об анапских РЭС говорит и ситуация, сложившаяся в субсехском сельском округе, где отключения случаются едва ли не каждый день. И дело не в плановом ремонте, уверен Сергеев, а в подработке на частный бизнес за счет всех остальных. «Каждый день идет отключение только потому, что он выполняет строительно-монтажные работы. Потому что мощно идет стройка. То линию надо подключить, то еще что-то, то кому-то подключить электроэнергию, а под напряжением этого делать нельзя. Поэтому идет сезон строительный, и они выполняют шабашки. С сегодняшнего дня, уважаемые главы, все отключения электроэнергии на мое имя, еще раз подчеркиваю, на мое имя, докладные записки». Требования главы понятны, ведь отключают энергетики. А многочисленные жалобы людей принимают не где-нибудь, а в администрации. Сегодня, например, обратились жители объездной 10. За чужие долги их отключают от электроэнергии. Подобная ситуация в Джигинке. «Джигинка, центральная 2, отключение общежития, потому что много квартирного дома, потому что управляющая компания ушла оттуда, и платить некому. Мне что делать? Мне нужно сегодня отключать. Давайте документы, выбор разбиваться. Отключать те квартиры, которые должны. Почему человек, который платит, должен нести меру ответственности? Вот для меня что непонятно, понимаете? А мы должны законно дойти до той квартиры, которая не платит, и отключить ее от потребления». Городские власти подготовили обращение в прокуратуру по ситуации с энергоснабжением. Самодеятельность энергетиков может дорого стоить курорту. МФЦ созданы были для того, чтобы люди не стояли в долгих очередях во всевозможные ведомства. В Рио губернатор Вениамин Кондратьев провел селекторное совещание, на котором сакцентировал внимание на тех недочетах, что имеет место даже в респектабельных помещениях, специально отданных под современные многофункциональные центры. Анализ эффективности работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае показал, что главный принцип МФЦ не везде выполняется. «Что требуют люди? Максимального внимания, просто человеческого внимания. Со стороны тех, кто принимает у них документы и их консультирует. А когда их футболят, они это тоже ощущают». Решить в МФЦ свой вопрос для клиента – дело сиюминутное. Технология работы таких центров это предполагает. К тому же, сколько посетителей находятся в очередях, отслеживает электроника. Аналитика электронной очереди по всем городам отметила, что в Анапском МФЦ можно решить свой вопрос в среднем за 12 минут, а вот в Новороссийске – за 96. В Абширонском и Успенском районах не хватает количества окон для приема заявителей. Много жалоб поступает на работу миграционной службы, где людям нередко приходится занимать очередь с пяти утра и простаивать ней часами. Временно исполняющий обязанности губернатора Кубани поручил разобраться в этой злободневной проблеме. По окончанию краевого совещания глава города Сергей Сергеев поручил руководителю Анапского МФЦ Виталию Голубенко изучить положительный опыт Краснодара, где среднее время ожидания в очереди составляет всего 8 минут, и применить его на нашем курорте. Первый заместитель главы Светлана Яроваев, в свою очередь, потребовала возобновить практику, за пять дней напоминать ответственным службам о грядущем истечении срока. Каждый день на проходах к морю в шумную торговую стихию входят рейдовые группы, проверяющих законность последней. Этот бедлам не красит ни город наш, ни Пионерский проспект. Сегодня на проезде Уральском и переулке Песчаном заместитель главы города Людмила Терещенко с отраслевыми специалистами пытались понять, на каком основании идет бойкая торговля незаконным алкоголем в магазине «Кубанские вина». Полицию пришлось вызывать, словно на вверенном им участке работы, они и не знают о существовании предприятий, продающих барматуху. Как правило, торгующие не находили документов, разрешений, хозяева бизнеса оказывались в срочных отъездах. История не нова, и здесь как никогда нужны законные действия полицейских. Приходилось срочно вызывать муниципальный контроль, запрашивать разрешительные документы в управлениях торговли и курортов и туризма. Но и торговые точки, и объекты общественного питания вырастают на муниципальной земле, как грибы после дождя. Документы где ваши? Давайте, на кого вы работаете? А там что у вас? И кому какое дело до того, что скажут о нашем городе его гости. Людмила Терещенко, объединив усилия всех служб, готова решительно бороться со стихийными шалманами на проходах к морю. Будущий учебный год у школы-поселка Просторный непростой, юбилейный. 45 лет назад школа открыла двери для своих первых учеников. Почти полвека здание школа отслужило верой и правдой, но капитального ремонта дождалась только в этом году. Строительные леса вокруг здания школы номер 23, как бальзам на душу для жителей поселка Просторный. Работа кипит. После визита главы муниципального образования Сергея Сергеева, у школы появился шанс принимать учеников в новом учебном году в совершенно ином облике. Просто мы поддерживали, скажем так, санитарное состояние и делали небольшой косметический ремонт. То есть красили стены, красили полы и так далее. В этом году внимание нашей администрации Сергея Павловича Сергеева упало, скажем так, на нашу школу, за что я очень благодарен. И были выделены средства из муниципального бюджета. На сегодняшний день меняется кровля обеих зданий учебных, где проходит учебный процесс. И будет отремонтирован фасад. Первую очередь ремонтных работ уже завершили. Поменяли коммуникации, привели в порядок водопровод. В настоящее время идет замена кровли. Впереди прокладка новой теплотрассы. В 70-м году, когда открыла свои двери, школа отапливалась печами. То есть вот на месте нашего спортзала здесь был дровяник. Вот лежали дрова, лежал уголь и топили дети, сами топили печки для того, чтобы поддерживать температурный режим в школе. В 91-м году к нам пришло паровое отопление. То есть на территории детского сада находится котельная. Сейчас она уже переведена на жидкое топливо, то есть соляркой топится. И теплотрасса 263 метра отапливает все здания 23-й школы. Значит, тоже 24 года этой теплотрассе. Теплотрасса уже пришла практически в негодность. Своими силами уже привели в порядок пришкольную территорию. Разбили цветник. В учебных классах провели косметический ремонт. К юбилейному первому сентября ребята свою школу просто не узнают. И не только ребята. На торжественную линейку пригласят выпускников разных лет. Для них это будет настоящим сюрпризом. И в продолжение темы. Сегодня завершает свою работу первая смена летних пришкольных площадок. Почти месяц летних каникул ребята провели с пользой и нашли новых друзей. Каждый день на летней пришкольной площадке в Субсехской школе особенный, тематический. После зарядки и несложных занятий ребята то играют в следопытов, то идут в гости к сказкам. Под конец смены ребята каждого отряда готовили сказку «Колобок» в разных жанрах кинематографа. Боевик, комедия и даже латиноамериканская мелодрама. А стены школы уже не напоминают об уроках и заданиях. Когда ты учишься, это как-то трудно. А вот когда площадка, это отдых, это море, это друзья, это все. С Ольгой Евгеньевной мы развиваем речь. Разные, когда играем в игры, получается очень весело. А когда мы уходим, ну как-то становится грустно, не хочется отсюда уходить. Педагогический коллектив и вожатые старшеклассники, вооружившись творчеством и фантазией, превращают будни в настоящие праздники детского творчества и креатива. Смена пролетела незаметно, потому что, наверное, каждый день был очень насыщен. Детей занимали всем, чем можно. Это были занятия психолога, это были музыкальные комнаты, игровые комнаты. Это была спортивная площадка, это были тренировки, танцы, игры. И детям некогда было даже заскучать. Ну и выезды на море, конечно. В нашем лагере замечательная возможность была побыть детям, которые еще не учатся в нашей школе. Это ученики будущего первого класса. И самое главное, что здесь происходила социализация детей. Дети разного возраста дружили вместе, проводили вместе мероприятия. Впереди у школ еще одно важное событие – ремонт и подготовка к началу учебного года. Но в конце лета площадки снова распахнут двери для второй смены. Излюбленное место отдыха анапской молодежи – скейт-парк, взятый под особый контроль главы города, переживает второе рождение. Капитальный ремонт начат. Излюбленное место отдыха анапской молодежи – скейт-парк приводят в порядок. Заездили до дыр – самое подходящее выражение об анапском скейт-парке. Ни дня он не стоит пустым. Побывав на спортивном объекте, глава курорта дал поручение составить график и смету на капремонт. Каждый день я буду сюда ездить. Что сделано? Скажи. Пока кто-то шею не сломает, тогда мы все кинемся и будем – ой-ой-ой-ой. Какие же сложности у нас были. Сегодня работа в скейт-парке началась. Старые трамплины уже демонтировали. Площадку готовят для нового покрытия. Скейт-парк – это самое посещаемое, наверное, место для неформальной молодежи именно в городе-курорте Анапы. Самое любимое и самое знаковое. То есть здесь площадки используются очень по-разному. Здесь есть и для BMX, для скейтов, для роликов. Недавно прошли соревнования по самокатному спорту. Новый у нас вид. Есть площадки, которые работают летом. То есть настольный теннис, колодром, веревочный городок, воркаут-площадка. То есть такое собирательное место для молодежи очень важно. Молодежь, естественно, за него переживала. Вот сейчас оно будет отремонтировано и будет еще лучше. Пока парк временно закрыт для посетителей. Но уже с 10 августа местная молодежь сможет опробовать новые трамплины. Мотокросс в Анапе. Посмотреть и прочувствовать дух соревнований. Насладиться зрелищным состязанием, захватывающим от рискованных моментов и виражей, можно было на минувших выходных. На территории спортивного клуба «Патриот» прошли всероссийские соревнования по мотокроссу. Интерес к состязаниям по преодолению бездорожья на мотоцикле растет с каждым годом. Сложная анапская извилистая трасса, труднопроходимые подъемы и повороты затягивали колеса мотоциклистов, усложняя без того трудную гонку. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены городов России, Украины и Беларуси. Мотокросс проходит уже пятый год. Уровень спортивной подготовки наших мотогонщиков значительно отличается от других. В шести этапах чемпионата Краснодарского края четыре раза мы выходили на пьедестал командой своей. Я в классе мастер шесть раз становился призером, то есть на всех этапах чемпионата. Малыши от 85 и 125, Минеев, они едут пятерки сильнейших спортсменов Южно-Федерального округа. То есть нормальный уровень подготовки. Этот вид состязания развивает спортсмены реакцию, точность, ловкость, координацию движений, упорство и настойчивость. Именно так охарактеризовал этот вид спорта Александр Дегтярев. Занимается им с 12 лет. Соперники очень сильные со всей России. Соревнования достойного уровня, очень много сил вложений. Эмоции переполняют. Страх, адреналии, азарт. Эмоций очень-очень много на самом деле. Мотокросс – состязание не для робких. Рев мотора, клубы пыли, все, что нужно мотоциклисту для счастья, уверен юный гонщик Владимир Михай. Он гонщик со стажем, занимается мотоспортом уже пятый год. Папа показал, как катаются, и я попросила у него купить мне мотоцикл. Ну вот так я и начал кататься. Я испытываю экстрим, и мне этот вид спорта дает удовольствие. Со временем растет мастерство у юных гонщиков и улучшается качество техники. Усложняются трассы и программы соревнований. Ощущение полета и свободы привлекает многих. И уже для некоторых участников мотокросс превратился не просто в увлечение. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В среду 8 июля в Анапе ясно возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 27-31 градус, ночью до 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.